приветствую ребят я заправляюсь 3249 газ тут подороже есть других местах подешевле но тут вроде как бы эти слухи ходят по качестве не газ так сегодня мы на на работу едем у нас морозы очень сильные сегодня первый день такая более-менее оттепель небольшая там градусов 17-18 сейчас заливаемся и дальше все расскажу так ребятки еще раз привет еще раз поздравляю с наступившим новым годом сегодня 6 января мы первый раз выехали на работу хотя могли выехать и уже ну третий день получается то что четвертого мог выехать на работу пятого мог выехать на работу но сегодня шестое выезжаю выехал я на мухе на маленькой синей машине кто не в теме вот большую машину шмеля я были морозы раз вот позавчера и вчера позавчера было 27 вчера было 26 25 минус ну короче я не смог его завести не знаю хватало там не был там такой шоц небольшой как она хватала что-то хватало аккумулятор конечно слабенький у меня надо решать что с аккумулятором сейчас посмотрю ну короче пытался ее завести какое-то время потом передумал думаю ладно не буду мучить потому что у меня еще подозрение на саму солярку потому что я заработал заправляюсь обычно на рост нефти а при сильных морозах насколько я знаю есть такая у рост нефти проблема что солярка замерзает то есть как холодец становится и скорее всего вот так вот поэтому я решил пускай постоит потому что сегодня у нас минус 18 19 сегодня суббота завтра конечно но завтра воскресенье рождество тоже поздравляю с праздником с наступающим завтра что-то минус 22 23 а уже с понедельника будет опять спад там минус 15 минус там даже до что-то минус 4 минус 1 что такого ну правда гесметио на меняется все довольно часто но вроде как типа с понедельника начинается кое-какая оттепель то есть морозы падают и и снежок передает то что поможет по большим морозам кто знает снег не идет просто мороз давит и все а там будет снежок типа такая и я тогда думаю его заведу на крайнем случае подкуплю к аккумулятор это первое ну аккумулятор мне кажется все равно скоро надо будет подкупать и думаю может отойдет солярка и сразу надо будет завестись поехать найти где-то лукойл или что напишите какой заправку газпром вроде гра газпром нефть тоже вроде солярка нормальная не замерзает но напишите в комментариях кто там больше понимает этой солярки то что рост нефть слышал что замерзает я что-то ну не думал что так получится конечно думал замерзает замерзает но может а минус 40 минус 50 а тут минус 27 26 с минусом и замерзла ну короче пишите свои комментарии что кто что знает по солярку так а мы сейчас едем получается на загрузку первый рабочий день у меня лично хотя у нашей компании в моей компании уже третий рабочий день как бы работаем все хорошо сегодня не одна машина уже многие машины разъехались ну так не очень многие но ноги и ну как но многие сказал там не очень многие но многие но машины я скажу в первый день работала две машины это 4 числа во второй день это 5 числа вчера работала вроде 4 машины и сегодня я точно не скажу что мне нет но тоже что-то 45 машин работает завтра а с 45 45 работает днем и вечером еще работала две машины то есть все это вчера было сегодня 45 это вроде работает по моему прикиду так вот и завтра точно я знаю две машины завтра рождество как бы две машины точно это вечером то что мы вчера отвозили а днем тоже скорее всего что-то работает ну короче вот так вот так вот началась работа у нас в январе все едем короче мы на электрозаводскую отсюда далековато но маршрут такой сразу что понятно было я в троицке нахожусь еду на электрозаводскую это грубо говоря метро не метро шоссе энтузиастов то есть на восток аж москвы туда на ту сторону там загружаясь как я знаю как сказали что загрузка там будет смешная посмотрите оттуда еду дальше на восток в электроугли или электросталь но туда там вайлберис не пнул не сам не сами саму электросталь а там рядышком какой-то поселок там выгружаю часть и оттуда еду в тульскую область алексин тоже вал берез там выгружаю пробег такой будет сегодня довольно хороший но зато как бы плод вроде как заканчиваю со своей стороны то есть ту тульская область со стороны троицка то есть возвращаться домой будет как бы с подручной все ладно короче погнали так едем мы довольно хорошо можно сказать из дому вот люди уже и работают уже и какие-то вагончики таскают уже какие-то грузовики появились то что 1 2 даже грузовиков не было видно тут же фуры кита ездят уже чуть движухи пошла пошла но движуха пошла по москве вот но дороги все равно свободные очень приятно ехать потому что я выехал с дому с троицкой из туда аж на электрозаводскую там что-то час 15 общее время было ехать красота после в обычное время там два два с половиной часа я также надеюсь что и в эту сторону электростали будет довольно свободно и мы пока едем на этом поработаем скорее всего завтра 7 я не поеду хотя два заказа есть на завтра но там четырехметровые машины моя вот это не подходит то что надо полноценную четырехметровую то есть машину с кузовом вот она 6 метровый там центр где-то не хочется куда-то крутиться с этой бандурой здоровой так что туда поедут кто-то другой а так если еще будет работа не знаю потому что я красную еще не завел у меня аккумулятор снят она просто стоит посмотрим как будет дальше таксисты с одного конца в другой конец и по такой погоде ладно короче ехать еще где-то минут 40 осталось подъезжаем загружаемся и там включаемся так сейчас уже один с 54 или 53 через минуту уже буду 54 буду на на погрузке этого тут метро электрозавод загружаемся как бы дорожка хорошая пустая только видите как заснежено и чуть-чуть вот газку прибавишь чуть побольше и начинает жопу кидать то еще что то так вот все едут более аккуратненько а теперь нам направо а затем держитесь правее пропустить так идут давайте 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 нас пустили без пропуска тут стоянко пустая там вот сюда паркуемся и звоним чтобы выходили выносили нас наш груз так вот я загрузился вот эти три коробочки электросталь вот эти две коробочки тула сейчас электросталь потом на ногу тула алексин город алексин большой склад электростали машина не помоешь ничего такой погоды что у нас получается что у нас получается я что-то думаю то есть если по платке ехать но эта платка считается по москве но это для регионов платная ну еще за москвой до электроуглей ну там вот этот расстояние как она скорее всего тоже платная либо час сорок шесть час двадцать час сорок шесть двадцать пять минут разницы едем по бесплатке чтобы не не страдать ерундой дороге более-менее пустые вот даже по бесплатке почти все зеленое там есть местам но может светофорчики там или еще что-то короче едем вам посмотрим я думаю то есть где-то в часа два я буду там если сдамся быстро то где-то может быть часов шесть буду в алексине я думаю ладно все едем только выехал только выехал вот если ехать по бесплатке по бесплатке уже 20 минут разница то есть было 25 стало 20 то есть ну короче я думаю 20 минут уже надо растрясти жирком чуть-чуть потому что сколько пять дней все дома сидели сейчас уже покатаемся эти 20 минут там ничего страшного я думаю ладненько у нас до сам ехали делись вот зимой люблю ездить кто-то у кого тоже такие вот именно вот сейчас даже едешь и движок принципе хорошо работает и снежок вот так слышите вот это хрустут это нравится так заезжаешь куда-то во дворе кого так прикольно прикольно тут конечно уже не слышно потому что маршрут перестроен на новом маршруте есть плотная дорога короче ладно едем поверните направо а затем через 100 метров поверните смотреть куда ведет а то навигатор себе перестраиваться куда хочет и это пока мы болтаем так доехали побыстрее в 13 38 даже было 53 точно на 15 минут еще раньше приехал теперь я что-то тут первый раз наверно а может и нет тут еще на газоне сюда приезжал это было 21 год а больше сюда не ездил точно да на газоне у меня еще ролики два ролика есть я сюда приезжал сто процентов от паши помню первый раз приезжал мне еще вернули я не сдал что-то не то было второй раз еще что-то врачи два раза это был в двадцать первом году сейчас свой вон экран впереди я посмотрим я там далеко не далеко как тут вообще на какие ворота это вал борис электросталь и как поэтому какой-то самый такой жопский короче что тут тут особо что-то не всегда все гладко проходит сейчас посмотрим конечно потому что мне на самом деле три коробочки но и не примут поеду а там обратно уже что делать ну правда не хотелось бы не хотелось бы так теперь надо найти местечко так чтоб я еще видел экран так 397 вообще мой номер я не скачивал приложение чтобы так давай давай он поворачивает поверните налево тут как-то стану вот экранчик смоток 397 397 а нет у меня ну мне пока нету но это очередь как бы очередь и тут только кто выгружается и так понимаю а те кто очереди стоят их нету вот очередь он хочу я не появился или меня куда-то поставили ладно крыш давайте буду смотреть то что может быть что-то не досматриваю короче подъехал я табло стоял стоял там но вот сейчас прошло 20 минут после того как я простоял не знаю может минут десять простоял потом скачал приложение вот это валберис партнер начал себя искать маршрут перестроен что-то не нашел сейчас вернулся на кпп на въезд что-то меня нету в очереди они пробили по номеру говорят все мы вас поставили в очередь езжайте короче 20 минут похерил тут тут вроде даже очереди нету то есть в очереди ноль я бы уже может быть выгрузился блин что-то не сработала система когда я заезжал и не меня не нет через 200 метров поверните налево так теперь сейчас смотрим если меня поставили в очередь встаем обратно фура дождалась а вот я в самом верху в табло слева сам вверху в очереди уже стою блин вот это треш блин что-то бывает там номеров не хватает поэтому я подумал что я где-то стою но еще не высвечивается мой номер не дошел короче у них какая-то хрень блин вот я себя нашел в приложении приглашен на 347 ворота а на табло я что-то себя так и не нашел блин что-то не пойму юмора а где эти 347 ворота представляете какая территория тут вот 146 последние 343 347 ворота это сколько 350 ворот так приезжаешь на фирму ну там 10 10 ворот бывает ну там 10 даже 10 это много даже бывает там двое-двое-трое ворот там или сколько а это 347 ладно я вот там как-то в один раз выгружался может там 300 сейчас посмотрим правильно неправильно эти валдберисы тут еще заблудишься через 200 метров пищи тремешок извините тоже смысл тут пристегиваться я-то обычно пристегиваюсь чуть-чуть укатанная дорожка я думаю что тут все поворачивают вот когда подъезжал там что-то автобус чуть занесло и так далее а вот еще одно здание мне кажется даже оно свежее потому что вот 365 тут вот 347 где-то уже тут я вот тут стоял тут было когда в двадцать первом году было тут был забор там была пустота теперь видите поверните налево теперь вот такая хрень сейчас посмотрим 347 ворота тут 240 а тут 356 уже уже где-то близко все ворота не открыл начинает парковаться блин от этих сейчас встанет перекроет хоть чуть-чуть бы проехал 45 кто-то все станет так что-то одни фуры так так как тут как 355 это административная или что до конца маршрута 200 метров и тут по всей дороге были бывает такой вот тут может быть все ворота которые сорок восьмые сорок седьмые паркуемся на сушки но тут могут принимать с одних ворот скажет сейчас по 349 остановись и все паркуется у него ворота открывает короче все стоят выгружается сейчас этому открыли его выкатывает на палетах меня 347 вроде ворота но это тут 345 там тоже большая машина выгружается может сейчас меня откроет было бы замечательно метод 3 коробочки отдать три секунды и все и едем в тульскую область алексин короче я закончил 351 а я стоял 347 короче тут вал борисе работает и не знает либо только хочешь начинать тут надо быть еще на чеку потому что можно простоять прожить прождать долго это в алексин в тульскую область я был лучше тогда вот две коробочки осталось вот там я стоял и пришел тут выгружается вижу одна машина даже 2 приехала позже меня и выгружается уже стоит я думаю что за херя пришел сюда к этому парню говорит надо чуть-чуть шевелиться короче ладно сдали сейчас 14 22 короче я потерял 40 минут где-то времени при условие том что я 20 минут короче стоял минут за 20 грубо раздался там 20 25 40 45 минут в общем получилось то что 20 минут потерял просто так сейчас мне ехать так еще 40 ну да 40 минут до 20 минут я как по очереди как по очереди 20 минут просто так просто 40 40 сейчас мне ехать 3 часа 47 минут до алексина с парень 2 и тут прям у я бы с радостью ему отдал чтобы только мне только бы посчитали что как будто я ездил балдайчик или что-то новый чтобы мне только посчитали что я ездил как бы туда я бы ему сразу отдал и все а сейчас надо ехать 3 часа 45 46 минут 201 км туда мне чтобы добраться 200 км валить так а общий километраж я сейчас посчитаю посчитаю и прикреплю потом сколько интересно общий км то есть из дому на загрузку загрузки сюда и отсюда в алексин из алексина домой просто интересно сколько километраж если рабочий километраж считать круче я посчитаю рабочих то что обычно все считает типа рабочий типа вот еду 47 километров 47 рублей километр потому что там с места загрузки до места выгрузки не считает там вот вати особенно такие вот движняки то есть место загрузки до места выгрузки домой из дому там или есть перед переезжают с места на место как бы так например там стоят где-то грубо говоря в липецке в липецке загрузок нету и не перескакивают на воронеж там или условно это тоже не считает никто а мы почитаем один километраж в этот на круг как бы с дому и домой второй километраж именно с места загрузки да и две точки развода развоза так уже подъезжаю в кпп кп на валберис каледина так номера чисто я думаю не вот замаралась окошко дворники дворники за на мерзли сейчас приеду тормозу выключить свет так сейчас если поднимется шлобаум значит меня пропускает по идее еще и чего ну какой не знаю но сюда приехал не считывает а сейчас подойду хорошо так в общем я встал в очередь ну слышали наверное номера снегом за были за это я сейчас и почистил номера и это и стекло почистил и стал в очередь и скорее всего наверное что на том валберисе который я там тут сломбаум не открывался а там был вообще открыт сломбаум я как бы проехал но так бывает на разных валберисах что сломбаум не закрывается и проехал и получать не стал в очередь сейчас по идее стал извиняюсь пищит ремень потому что то уже по территории не один не одел сейчас посмотрим на во первых на экран во вторых посмотрим есть при приложении если она тут работает машин вот тут вон экран который не работает или работы работает вроде вот экран посмотрим так 397 55 ворота 55 это прямо вот тут вот 55 это это вот вот 37 55 ворота вот сюда сейчас посмотрим короче 1811 это время то что я приехал к воротам можно сказать так приехал где-то 18 00 там 05 ну подождал пошел туда пробную пропуск чтобы вписали меня и так далее то есть сейчас 1811 я один раз стоял только там в том углу это полтора часа надеюсь не будет так на машин мало и вот эти легковушки по заезжали у меня тоже две коробочки может быть сейчас по-быстрому скинемся так я сдался сейчас время видно 1815 вот 1815 короче за четыре минутки сдался и выезжаем домой прошлый раз полтора часа там стоял с той стороны у меня тоже было но тут две коробочки всего там было может 10 таких примерно и часа полтора мы там 103 машины стало и никого не принимали мы втроем стояли на трех маленьких машинах у каждого там грубо говоря по 10 по 15 коробок и так долго это все было капец просто так ну что домой домой ехать сто пятьдесят километров сто пятьдесят там с товарищем вчера считались я что-то посчитал 130 а тут 150 оказывается то есть больше туда я считал конечно куда я ехал тоже 30 30 или 35 километров там мне кажется больше то что я считал в один вал берез который с горьковки заезжаешь там со стороны ну со стороны горьковки а тут я заезжал с носовихи по-другому по заработку по заработку нормально получилось я скажу так у меня тут просто дело в том что два заказа то есть заказали две машины одна машина должна поехать была в тот вал берез а вторая машина повести три коробки а вторая машина в этот вал берез повести две коробки но вал берез и работают до грубо говоря то то есть они работают круглосуточно но сдать сдать нужно приехать надо до 12 то есть вот если сегодня например шестое число значит ты должен стать шестого то есть если ты будешь сдавать в 00 одна минута ну даже не сдавать приехать то есть ты можешь приехать 00 одну минуту то есть ты приехал уже седьмого числа если ты приехал там в 23 59 и на слома уме отметили что заезд был 23 значит ты сдаешь как бы 6 6 числом потому что сегодня вот сдал за четыре минуты например в декабре когда сдавались там машины стояли по три по четыре по пять по шесть часов поэтому приехал например там в 20 00 а сдался в два ночи то есть получается уже другого числа но так оно не считается то есть оно считается как ладно так ехать домой два часа 28 28 минут буду 8 46 в 9 часов почти ветер работа дома выехал почти в 10 то есть это короче 11 часов работы у меня получилось ну не работы вместе с выездом из дому и возвратом домой но как бы тоже точнее не закончил тут вот в алберге и сразу лег спать почему я говорю что как бы я считаю круг например в ати кто берет заказы и так далее там даже ати само пишет типа от точки до точки до точки такой-то груз столько-то килограмм столько там полет или еще что-то и пишет например там 44 рубля за километр но это от точки до точки от точки загрузки до точки выгрузки откуда ты будешь ехать на эту точку загрузки и куда ты потом поедешь с точки выгрузки это уже другой вопрос что касается заработка я так не скажу но думаю думаю так вот что напишите верите не верите как бы мне это я так скажу где-то в районе я так понимаю тут вот не 130 километров 150 там наверно не 30 как я считала 35-40 наверно все порядка я думаю 18-19 тысяч должно получиться но не знаю но это разные два заказа потому что как бы сложил то что так вот должна была машина там одна поехать туда там грубо говоря там за тысяч за 7 там условно я не знаю точно я не говорю я не не считал там не тем более там там занимаются другими я даю данные вот столько проехал столько километров тем более тут даже не надо давать данные потому что тут эти маршруты уже сто раз искатаны туда-сюда и все знают точный километраж и считается выставляется счета оплачивается и так далее но в районе 18 19 тысяч я так думаю получилось но может быть какая-то ошибочка ладно ребят короче такой ролик первый рабочий день для меня в этом году вас еще раз новым годом и с наступающим рождеством и старым новым годом я поехал домой спасибо что меня смотрите поддерживайте всем всего хорошего удачи и пока